Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу собрать косметичку на неделю, чтобы у меня был такой небольшой контейнер, где я смогу быстро достать какую-то косметику. Наверное, для таких целей я освобожу вот этот контейнер и в него буду складывать косметику. Не знаю, бывает ли у вас такое, напишите, когда такое ощущение, что вроде бы все организовывали, но вы смотрите на стол и такое ощущение, что вообще ничего не организовано, как будто бы кто-то за вас это все деорганизовал. Контейнер я протерла, давайте его заполнять и, наверное, начнем с тонального средства. В одном из последних видео я вам показывала вот такое тональное средство, очень необычное, оно очень легкое, очень минимальное покрытие, но когда нужно быстро накраситься и просто такой сделать маленький фильтр на кожу, то я думаю, что это самое то, поэтому я возьму его и возьму консилер с ним. Как вы видите, здесь помпа и когда вы выдавливаете, то получается, видите, такие, как будто бы это вода с частичками тонального крема. И когда вы начинаете разносить, получается вот так, а по итогу получается вот так вот. Ну, конечно же, так сильно на лице не блестит, впитывается, но приятное ощущение увлажнения присутствует. Ну и консилер у меня Tarte в оттенке 20B Light. У него как раз такая тонкая формула, ее можно сделать едва заметной. Буду пользоваться вот таким увлажняющим кремом Moisture Search от Clinique. Он мне очень нравится на день, он хорошо увлажняет, такая приятная гелевая формула у него. Я думаю, что в те дни, когда мне нужно будет больше покрытия, я буду брать вот этот вот от Lisa Eldridge, тоже, который я вам показывала. В целом, я не могу назвать его каким-то очень любимым, он такой для меня средний, он на мне смотрится окей, нормально, поэтому я тоже им буду пользоваться время от времени, когда мне нужно будет более плотное покрытие. Тон Lisa Eldridge у меня в оттенке 2, вот так вот он выглядит. В общем, выбираю румяна, я думаю, что, наверное, я возьму то, чем обычно уже долгое время не пользовалась, и я давно не пользовалась вот этими вот от Shantekai. Мужик меня снова поцарапал, как вы видите. Вот, видите, это на один слой, такое, как будто бы легкое сияние с цветом. Решила вот этот вот достать, я им часто довольно пользуюсь, это от Hourglass, особенно вот этот вот розовый, так вот называется палетка. Такие вот красивые, очень тонкие формулы, очень люблю хайлайтеры вот эти вот, особенно мне подходит оттенок вот этот розовый светлый. Так как я тестирую сейчас очень сияющую палетку, то я возьму Retro для матовых оттенков, чтобы у меня как бы можно было взять отсюда матовый, потому что сияющую палетку, которую я тестирую, в ней абсолютно нет матовых, это та метанука, и палетка называется Коронация. Вот такая красота, я буквально сегодня один раз только ее накрасилась, поэтому рано еще что-то говорить. Очень сияющая, красивая, я вставлю сюда свочи, ну, здесь нет абсолютно матовых, поэтому матовые я буду брать отсюда, ну и Cream to Powder формулу тоже. Мне кажется, что вот этот оттенок у меня точно будет дотерт до дырочки. Мне нравится формула Cream to Powder, единственное, что когда вы берете кисточкой, иногда они как будто бы крошатся немного. То есть видите, иногда они так вот крошатся, и получается то, что нужно немного стряхивать, потому что там такие кусочки в ней, в отличие от матовых, которые более такие равномерные. Но мне нравятся какие спокойные здесь оттенки, здесь ничего слишком яркого нет, поэтому мне кажется, это просто идеальная палетка, особенно в качестве матовых оттенков, но сияющие тоже здесь очень красивые, как шиммеры, так и металлики. В качестве продуктов для губ, наверное, возьму вот эти три помады. Это моя новинка, оттенок называется Bond Girl, это Шарл Тилбери. Такой шоколадный аромат у нее, и очень-очень красивый такой осенний оттенок, как будто бы он такой немного винный, но не слишком холодный. Я его для себя открыла, когда тестировала кучу разных пробников оттенков помад от Шарл Тилбери. Кстати, на официальном сайте Sephora я его не нашла, поэтому я пошла на официальный сайт Шарл Тилбери, его там тоже не было, поэтому я его, кстати, нашла на Mercury, в общем, такой сайт есть для продажи косметики в Америке. Она была абсолютно новая, оттенок очень красивый, ну, конечно, он такой довольно темный, и это матовая помада, но она такая комфортная матовая. Я, кстати, делала свотч с Pillow Talk, поэтому я вставлю сюда, посмотрите, как они отличаются, Pillow Talk и вот эта вот помада. Ну, формула у них одна. Замшевая помада от Mario, оттенок здесь Brielle, и она тоже матовая получается, вот такой вот оттенок. Здесь более такая светлая она, она чуть более светлее, и даже вроде бы как чуть-чуть потеплее, но все равно на губах она смотрится довольно розовой, и мне нравится, что она не слишком холодная, не слишком теплая. Нравится мне этот оттенок, и я также люблю вот этот вот карандашик тоже от Mario в оттенке Johnny. Наверное, карандашики я даже быстрее использую, посмотрите, они очень похожи. Ну, и когда мне захочется просто увлажнение на губах, наверное, вот такой возьму, потому что давно не пользовалась. Такая кремовая формула блеска от Fenty Beauty, и здесь оттенок второй, то есть он чуть-чуть такой тепленький, но как-то подходит он и с помадой. Я думаю, что я попользуюсь им у него, кстати, очень сдержанный аромат. Если сравнивать его, например, вот с этой основной версией или с версией, которая Heat, то у Heat и вот этого очень интенсивный такой аромат, ягодный, здесь более сдержанный, намного более сдержанный. Ну, и тушь я возьму вот эти вот две миниатюры, я думаю, что они вообще отлично подходят, им можно легко сделать, объемные ресницы, вообще не парятся, очень красиво, очень быстро, они не осыпаются, они красиво и удлиняют. В общем, нравятся мне эти туши, и та, и другая, конечно, у них очень разные кисточки. У Bite Beauty вот такая кисточка, эти щетинки довольно жесткие, это силиконовая щеточка, хотя и кажется, что это не силиконовая щеточка, это силиконовая щеточка, и она довольно такая упругая, что позволяет хорошо прочесать ресницы, наслоить хорошо тушь, и при этом она не склеивает, очень достойная, прямо очень мне нравится эта тушь. Ну, и про Le Volume de Chanel я уже просто вам проружала все уши, это версия Revolution, новая, но кисточки у них одинаковые, здесь больше объема, на мой взгляд, здесь и объем, и удлинение, и очень удобно прокрашивать нижние реснички, в общем, прям любовь уже много лет. Ну, я думаю, что брови я вас не удивлю, возьму вот снова вот этот Rare Beauty, я им уже так хорошо попользовалась, и буду продолжать пользоваться, мне нравится, единственное, что я заметила, что чем больше я им пользуюсь, тем больше он становится какой-то сухой, то есть кисточка, которая здесь идет в наборе, которой наносишь ее, даже если вы ее часто моете, много она у меня вот так вот загнулась, но это даже не проблема. Самое основное, что сама формула становится чуть-чуть сухой, и когда вы ее используете, то иногда она может чуть-чуть крошиться, поэтому я кисточку стараюсь часто мыть, чтобы на ней ничего не засыхало. Из кисточек положу просто вот эту вот, которая шла в наборе от тонального средства, она мне сегодня уже была попользована, в общем, я ее тоже возьму с собой, кисти тоже по минимуму, у меня вот такая вот растушевочная от Рефро сейчас в стирке, поэтому я, наверное, такую возьму, хотя, возможно, ту помою и буду пользоваться и теми, и той, и другой. Это у меня Шарлот Тилбери, и Рефро кисти вот такие номера, вообще я заказала недавно больше кистей от Рефро, потому что у них скидка на Черную Пятницу 50% на все кисти. А кисти у Рефро я, кстати, брала летом в наборе, и вот эта кисточка единственная, которой я вообще не пользуюсь, это номер 29, я понимаю, что, наверное, подойдет тем, кто любит использовать межрестичное пространство, она у меня абсолютно не в ходу, это единственная кисточка, которой я не пользуюсь, когда я вижу наборы с ней, я точно знаю, что мне не нужно, потому что даже этой я не пользуюсь. Кстати, если у вас есть подобная кисточка или точно такая же, расскажите, пользуетесь ли вы ей, и как именно вы ей пользуетесь. Вот такой вот у меня, в общем, получился наборчик на эту неделю, я надеюсь, что вам это видео было интересным, жмите на колокольчик, если хотите не пропускать видео на моем канале, а мы с вами увидимся очень скоро, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok